всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео будет обрезка на зиму глаксинии и укоренение ее листиков у меня было на канале видео она у меня цвела очень хорошо я ее вырастила сама из листиков она очень хорошо размножается и как раз в это же время где-то я ее и укореняла а весной у меня уже появились деточки и вот из этих деточек меня выросло два сорта здесь у меня в кашпо посажено два сорта глаксинии они махровые но разным цветом розовый и фиолетовый но весной весной когда я ее достану зимовки я рассажу их по разным горшочкам они все-таки любят как бы вот чтобы семейство вот ее допустим один сорт то есть в одном горшочке рост другой к другому так как бы правильно и кто не знает я сейчас немножко познакомлю с этим растением глаксиния очень красивое растение родом из южной и центральной америки а также ее можно встретить на скалах на территории мексики и листопадных лесах перу и бразилии а также ее можно встретить на речных берегах ну раз это растение из тропиков она конечно предпочитает высокую влажность но глаксинию нельзя опрыскивать не и листья нельзя опрыскивать не тогда когда она цветет то есть водичка не должна попадать нужно просто создать вокруг нее влажность то есть либо подон с керамзитом ее сложно поставить или какую-то емкость или есть если есть увлажнитель то увлажнитель и глаксиния очень светолюбива она предпочитает окна светлые но не попадание прямых солнечных лучей так как ее листья вот такие бархатисты очень легко погубить солнечными лучами и также эта красавица не любит сквозняков если власть глаксиния стоит на окне то это окно нельзя как бы открывать чтобы никак не на нее не попадал вот воздух сортов глаксини конечно очень много и гибридные махровые и не махровые и разные разные расцветки в общем она когда цветет это получается просто такой букетик красиво очень и цветки достаточно крупные ну моя красотка уже все отсвела она уже у меня принципе готова уже пойти спячку которую ей нужно обязательно устраивать глаксинию рекомендуется вот в осенний период срезать сейчас я буду это делать эту процедуру делают ну либо в конце октября либо вот середина ноября сегодня 10 ноября и вот я допустим оставлять можно узнаете вот прям пенечек пенечек обрежу и все листочки конечно нужно убирать все это нужно убирать не жалеть это клубнивое растение вот все листики вот таким образом она у меня достаточно сухая перед обрезкой нужно уменьшить полив то есть не как обычно поливаем а нужно уменьшить полив и вот видите у нее земля прям очень сухая все и теперь я и смочу грунт из поляризатора чтоб конечно водичку сюда попадать не будет потому что здесь свежие такие череночки у нее срезанные просто я из поливизатора вот так вот немножко смочу и конечно же зимой вот я ее сейчас уберу в темное прохладное место и время от времени нужно вот так смачивать чтобы клубни не пересохли раза два в четыре недели такую процедуру нужно проводить и теперь я ее просто вот так вот накрою вот этим живут поддоном все и я ее уберу можно убрать ее если в ванной есть да можно под ванную убрать туда и только периодически и смачивать ну вот раз два в четыре недели это достаточно будет температура должна быть ну желательно хотя бы 15 градусов 15-17 градусов но у меня такое место есть я сейчас уберу чтоб там темно было свет ей не нужен пусть она отдыхает и зато весной она будет опять красоткой и сейчас укореню вот такие листочки так я делала прошлом году укоренять очень удобно вот в таком контейнере из-под пирожных здесь у меня земля такая рыхлая с перлитом перемешанная и просто удобно здесь крышки просто он закрывается и такая тепличка получается потому что она укореняется долго время как раз она к весне где-то на корень и вот просто вот просто берем листик и вот так вот наискосочек и вот так вот почвой придавить а у меня здесь контейнер не закроется подождите извините вот сюда подальше чуть-чуть сделаем что мне же надо что контейнер закрылся и вот так вот и таким образом просто листик открываем и ставим она очень так легко укореняется у меня здесь я уже говорила два сорта но просто и сейчас я не знаю где какой но они оба красивые просто я с того из того буду брать вот таким образом я посадила здесь контейнере сколько хватило мне место листочки и теперь их нужно аккуратненько полить ну из пульверизатора на листики желательно не попадать а вот прям знаете на землю на грунт и его прямо так вот везде чуть-чуть смочить и теперь я закрываю но времени от времени конечно нужно смотреть если грунт пересыхает нужно будет вот так вот опрыскивать у меня здесь никаких отверстий нет я просто через какое-то время просто сниму крышку ну примерно через три недели но до этого тоже я буду уже смотреть все равно грунт и таким образом туда будут попадать воздух а так желательно конечно чтобы вот так вот было и уберу его как бы на полочку напротив окна там светло главное чтоб не холодно было потому что для развития корневой системы нужно тепло чтобы корневин я не использовала можете конечно вот эти вот листочки в корневин чуть-чуть и туда но я вот когда сейчас опрыскивала у меня там разведен был циркон это для корнеобразования то есть тоже очень хорошо ну вот таким образом обрезала галоксинью свою и укоренила то есть у меня весной столько много будет бакси не весной конечно я покажу это примерно будет я ее из пяточки достану где-то в середине февраля после десятых чисел там примерно я ее достану пересажу ее в новый грунт я их рассажу я вам уже говорила и она у меня к весне уже где-то в марте она должна уже заложить бутоны то есть она знаете она прямо на глазах растет очень быстро увидимся в следующем видео